Здравствуйте! Это еженедельная рубрика об эмиграции в США на канале Ру Флорида. Меня зовут Виктория Шелегина и я иммиграционный адвокат из Орландо, что в солнечной Флориде. Сегодня поговорим об одном из видов эмиграции в США гуманитарно. Наиболее известным способом гуманитарной эмиграции является ходатайство об убежище. В США убежище может получить человек, который бежит из своей страны из-за преследований или опасности, связанной с расовой, религиозной, политической или определенной социальной принадлежностью. Чтобы получить убежище в США, необходимо соответствовать определенным требованиям. Первое требование. Собственно, преследование. Повторюсь, вы должны доказать, что в вашей стране существует опасность для вашей жизни или безопасности из-за вашей расы, религии, национальности, политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе. Второе. Непосредственно опасность. Вы должны доказать, что ваша безопасность или даже жизнь находится под прямой угрозой в вашей стране, и вы не можете или не хотите по веским причинам прибегнуть к защите от государства. И третье. Важно помнить о сроках подачи заявления. Заявление об убежище необходимо подавать в течение одного года после прибытия в США, если у вас нет уважительных причин для пропуска этого срока. Предвосхищая самый популярный вопрос, отвечу. Каких-то стандартных доказательств для заявления об убежище нет. Важно отметить, что каждый случай рассматривается индивидуально, и результаты могут различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Более того, важно понимать, что успех вашего кейса об убежище не зависит от уровня, скажем так, слезливости вашей истории, прослушав которую иммиграционный офицер расплачется вместе с вами и со словами, как же вы настрадались, вот вам одобрение протянет заветную белую карту. Скорее наоборот, кейс об убежище напоминает собой четкую математическую формулу, в которой для получения успешного результата у вас должны быть все необходимые факторы, составляющие. Как я говорила ранее, по общему правилу заявление об убежище подается не позднее одного года с даты вашего приезда в США. Существует, впрочем, некоторые исключения, о которых мы сейчас поговорим. Что же это за исключения? Их можно разделить на две категории. Вновь открывшиеся обстоятельства или чрезвычайные обстоятельства. К вновь открывшимся обстоятельствам можно отнести политические или законотворческие изменения в стране вашего гражданства. Или же, например, вас включили в кейс вашего супруга, который был основным заявителем в своем кейсе об убежище, но по каким-то причинам смерть или развод вы выпали из этого кейса. Что касается чрезвычайных обстоятельств, то к ним относятся причины медицинского характера, которые не позволили вам в срок ходатайствовать о заявлении об убежище. Или же неэффективная помощь адвоката или специалистов, которые вам помогали в подготовке заявления об убежище. Ходатайствовать об убежище можно двумя способами. Непосредственно перед иммиграционной службой или уже в иммиграционном суде. Но для того, чтобы ваше дело попало в иммиграционный суд, вы должны получить соответствующее направление. То есть нельзя просто так прийти в иммиграционный суд с заявлением об убежище попросить, вот мое убежище, пожалуйста, примите его. Нет. Как правило, дела об убежище попадают в иммиграционный суд в том случае, если по результатам интервью в иммиграционной службе ваши заявления отклонили. Вторым вариантом попасть в иммиграционный суд является получение гуманитарного пароля через программу CBP-1, о которой я расскажу чуть подробнее. В январе 2023 года правительство США объявило о новом процессе пересечения границы, позволяющем негражданам США запрашивать убежище или гуманитарный пароль на южной границе. Это возможно исключительно для самих иностранцев, больше ни для кого, никаких посредников, с помощью специального мобильного приложения CBP-1. То есть вы скачиваете приложение, регистрируетесь и бронируете время для того, чтобы появиться на американской границе и объявить о том, что вы просите гуманитарный пароль или убежище. Такая инициатива была введена, дабы упорядочить очереди на южные границы, на границе США и Мексики. Однако, как вы понимаете, очередей меньше не стало. Забронировать время непросто и ожидающие придумали множество лайфхаков, которые путали очередь и очень не нравились американскому правительству. Поэтому было принято решение ввести ряд ограничений. Так, например, забронировать время возможно только находясь в определенных географических локациях в Мексике. Однако, люди начали пользоваться VPN или ботами, которые помогали в бронировании. Кто-то шел дальше и создавал несколько аккаунтов, допуская, так называем, случайные ошибки в имени, фамилии или дате рождения. Такие аккаунты система считывала как разных людей и у них появлялась, собственно, еще одна возможность, или не одна, на бронирование время интервью на границе. CBP наконец устали от таких продвинутых лайфхакеров и не так давно объявили о том, что если кто-то будет пойман за руку за подобным занятием, то этот факт будет очень и очень негативно рассматриваться при интервью на границе. Поэтому настоятельно рекомендую запастись терпением и следовать правилам. Что же касается времени ожидания на границе, то по статистике CBP около 75% ожидающих интервью на границе получают такую возможность в течение 8 недель. Сами же CBP рекомендуют ежедневно играть в эту лотерею по бронированию времени для интервью. Следующий важный вопрос. Слухи о том, что большинство россиян, которые появляются на южной границе без несовершеннолетних детей, отправляют в центры задержания. Слухи эти настолько сильны, что CBP даже выступила с опровержением. В частности, они сообщили о том, что около 94% россиян, 94%, 97% белорусов и 82% граждан Узбекистана были отпущены с гуманитарным паролем, то есть подавляющее большинство, то есть не были отправлены в центры задержания для иммигрантов. Однако CBP же уточняет, что иностранцы из Восточной Европы порой самостоятельно увеличивают свои шансы быть отправленными в центры задержания по той причине, что используют те самые сомнительные лайфхаки, о которых я говорила ранее. Также они сообщают, что гражданство иностранца, конечно, играет не последнюю роль в подобном вопросе, однако администрация президента находится сейчас под давлением со стороны республиканской партии, которая не одобряет CBP-1 в принципе как программу и тот факт, что иностранцы выпускают с гуманитарным паролем. Особенно это касается стран, с которыми у США в настоящее время не самые теплые отношения, Россия и Беларусь по понятным причинам в этом списке. Поэтому, еще раз повторюсь, настоятельно рекомендую вам все-таки придерживаться официальных правил. А теперь давайте поговорим о самом популярном вопросе. Я жду интервью по политическому убежищу, когда же я смогу работать. Обычно заявление на получение разрешения на работу подается не ранее 150 дней с даты принятия иммиграционной службой вашего заявления на работу. Эти 150 дней отсчитываются специальными так называемыми иммиграционными часами. Часы начинают отчет в день принятия дела иммиграционной службой и приостанавливают свой ход в следующих случаях. Во-первых, если вы получили приглашение на интервью и попросили перенести дату. Во-вторых, если вы получили приглашение на сдачу биометрических данных и не явились в указанную дату. Третье, если вы получили приглашение на интервью и не явились на него вообще без указания причин. Четвертое, если вы прошли интервью, получили уведомление явиться в офис за решением, но не явились. Ну и наконец, пятое, иммиграционная служба, к сожалению, отказала в вашем заявлении. А, кстати, что случится, если в убежище откажут на интервью? В этом случае ваш кейс передадут в иммиграционный суд. Там у вас будет еще одна возможность доказать свою позицию, предоставить доказательства. Если же иммиграционный судья тоже не согласится с вашим заявлением об убежище, у вас есть возможность обратиться за пересмотром дела в апелляционный иммиграционный совет. Если же и там откажут, собственно, ваша следующая инстанция – это окружной суд США федеральный. И последняя апелляция может быть подана в Верховный суд США. Но вернемся к нашей рабочей теме. Второй по популярности вопрос – что случится, если я начну работать, не дожидаясь документа о разрешении на работу? Как я уже говорила, работа в США без соответствующего разрешения является нарушением вашего иммиграционного статуса и чревата последствиями. Существует, однако, мнение, что если вы ожидаете интервью на политическое убежище, то работа без соответствующего разрешения, собственно, вам прощается. Это не совсем так. Получив одобрение своего заявления об убежище, спустя год вы можете ходатайствовать о получении грин-карты на основании убежища. Для грин-карты, выдаваемой на основании одобренного политического убежища, действительно работа без соответствующего разрешения не является критичной. Однако, интервью на политическое убежище люди ожидают годами. И, тамясь, собственно, в неизвестности, продолжают испытывать удачу, подавая, например, заявки на лотерею грин-карты. Если вам повезло и компьютер выбрал вас, то при определенных условиях вы можете получить грин-карту, не выезжая из США, подав соответствующее заявление. Одним из этих определенных условий является отсутствие нарушения иммиграционного статуса. К сожалению, работа без разрешения является таким нарушением. И о получении выигранной грин-карты, не покидая США, уже едва ли можно говорить. И здесь возникает коронный вопрос, который я слышала уже многократно. А если мы им не скажем? Как они узнают? Узнают. От банального поиска в интернете до нередкой ситуации, когда кто-то подал жалобу на то, что ваш работодатель нанимает людей без соответствующего разрешения. И таким образом, собственно, вы попали в поле зрения иммиграционных служб. Есть шанс, как минимум. Ну и масса других ситуаций, конечно. Кстати, по поводу сроков вызова на интервью. Последние шесть лет иммиграционная служба работает по правилу «последним вошел, первым вышел». Это такой вольный перевод с английского. Иными словами, в приоритете те кейсы, которые были поданы последними, получены, точнее, последними. Таким образом, иммиграционная служба пыталась демотивировать людей от подачи заявлений на убежище просто для того, чтобы потянуть время, не знаю, получить разрешение на работу, пользуясь многолетними сроками ожидания интервью. Однако, это правило особого успеха не принесло. И очередь из ожидающих интервью не только не уменьшилась, но еще, в общем, она растет на самом деле. Исходя из практики, можно сделать вывод о том, что если вас не вызвали на интервью в первые, не знаю, 90 дней, 3 месяца после подачи заявления, с огромной долей вероятности вы попали в общую очередь, и интервью придется ждать довольно долго. Какой-либо стандартизированной процедуру по выбору иммиграционного дела не существует. Ну, во всяком случае, нам неизвестно. Из личного опыта, два дела были отправлены в один и тот же день. Даже страна, в которой заявители испытывали преследование, была одна и та же. В результате, интервью по одному делу было назначено в течение 8 недель. С даты приема иммиграционного дела было проведено интервью, и через 2 недели после интервью был получен ответ об одобрении статуса. По второму делу до сих пор никаких подвижек. То есть дело попало в общую очередь, и срок может затянуться на годы. Суть, он уже затянулся на годы. Такая своеобразная лотерея. Спасибо за ваше внимание. Буду благодарна за ваши вопросы в комментариях о том, что бы вы хотели услышать на тему иммиграционного процесса в США. До встречи на следующей неделе на канале Ру Флорида. До встречи на канале Ру Флорида.